Когда я начал работать с Трансфактором, у меня было много таких показательных результатов, которые заставили меня заниматься этим проектом. Я буквально недавно на консультацию пришла женщина. Четыре года назад я оперировал ее отца. Фамилия его Паскалова, если я не ошибаюсь. Там, конечно, пришлось сделать ампутацию по поводу гангрена левой и нижней конечности, но ему было 93 года, если я не ошибаюсь. И прошло уже почти четыре года, в январе будет четыре года. Конечно же, там уже спасти ногу нельзя было, потому что он поступил с гангреной, которая уже была выше колена, и мы сделали высокую ампутацию, выше колена сделали ампутацию, но регенерации совершенно не было у этого пациента. Конечно, он умирал, да? И я не сразу подключил Трансфактор, уже родственники, конечно, вокруг него бегали. Я сказал о Трансфакторе, я еще не знал этих результатов. Мы начали давать Трансфактор, но увидели, что прогрессирование гангрены уже на самой культе приостановилось. И было принято решение взять его на ампутацию. Мы выполнили где-то после Нового года реампутацию ему. То есть сделали, ну, практически убрали всю конечность, да? Остался только сустав тазобедренный. Но, что я скажу, что, в принципе, операция была отчаяния, он перенес эту операцию. И заживление было, конечно, частично вторичным натяжением, первичным натяжением. Но регенерации такой не было, как у здорового человека. Но не было инфекции, не было конкретно. И пациент, пролежав, если не ошибаюсь, где-то до 20-х чисел января, просто уже был готов покончить жизнь с собой убийством, потому что, ну, такое безвыходное положение. Ему казалось, что он не выживет. И он даже сказал, если вы меня не выпишите, я выброшусь из окна. Ну, естественно, последующий с родственниками, мы отпустили его домой. Рана заживала полгода с Трансфактором. Но самое главное, вот родственница пришла, я как бы задаю ей вопрос. Ну, естественно, я жду ответа, что пациента уже давно нет. Да, то есть он живет 4 года. Он говорит, ну, не то, что живет, он дает им всем причухару, нам. Он висает, да, на одной ноге с костылями на этой каталке, он выезжает на улицу. Ну, я, конечно, был очень удивлен, потому что знаю статистику. После ампутации, да, то есть средняя продолжительность жизни 2,5-3 года. Ну, вы понимаете, что может жить человек и полгода, и месяц, кто-то живет 5-10 лет. Все зависит от сопутствующей, скажем, патологии. Поэтому меня впечатлил вот этот результат, что человек жив, до сих пор еще причем такой активный, да, ни депрессии, ничего. Поэтому я расскажу вам, постараюсь быстро, те первые результаты, которые я получил с Трансфактором. Я не буду останавливаться на иммунной системе, да, в том негативном воздействии вообще фармпрепаратов. И вы знаете, что 40% каждого фармпрепарата – это фальсификат, а может и 50. Да, больше 50% – это побочное воздействие, да, на печень, на поджелудочную, на кишечник. И, конечно, очень важно нам сейчас, наверное, обратить внимание на природные препараты, которые безопасны и безредны. Вот побочные эффекты от применения фармпрепаратов. Циррозы выросли в три раза, вот за последние 3-5 лет. Я думаю, сейчас эти цифры будут расти еще больше, потому что, ну, к сожалению, качество фармпрепаратов, да, и бесконтрольность приема фармпрепаратов, и то, что назначает иногда доктор, нужно иногда ему дать эту бумажку, чтобы он прочитал и задать вопрос. Вы бы принимали это сами при данном заболевании? И посмотреть ему в глаза. Вот если вы сомневаетесь, сделайте так. Это хороший путь. Ну, не буду останавливаться на фракциях трансферфактора. Вот это молодой человек, 26 лет. К счастью, он сейчас приходит ко мне каждые полгода напуган заболеванием. Вот видите такую ножку. Он поступил с гангреной пальцев, уже с переходом на стопу, причем это на обеих ногах. Молодой человек, у которого нет атеросклероза, у него, как выяснилось, гепатит B перенесенный. И на фоне гепатита развилось аутоиммунное заболевание, да? Вот такой воскулит, англитрофоневроз так называемый. И когда были первые признаки заболевания, он объездил очень много центров, больниц в Одессе. Естественно, его отправили в Киев. Институт ревматологии, институт гематологии, потом институт Шалимова. И откуда уже позвонил Павлович Никульников, сосудистый хирург, и Сережа, нужно помочь, потому что оперировать его не надо, но, возможно, понадобится ампутация. Мама его привезла сюда, в Одессу. Естественно, когда я увидел все то, что он получал за эти полгода, ну, знаете, когда врачи уже разводили руками, говорят, вам нужно обратиться к бабке, да, пойти в церковь, ну, когда нужно было решать серьезные вопросы. Я не спорю, может быть, и нужно было это делать, но, знаете, как бы было упущено время. И у больного уже было критическое решение с гангреном. Он не спал ночами совершенно, на фоне кетанова, стадола, то есть таблетки принимал гостями, обезболивающие. И когда мы начали терапию, традиционную терапию я начал, мы добавили трансферфатор, где-то через 5 дней начали проходить боли. Вы видите, как пошла демаркация, да, то есть ограничение, скажем, вот этой гангрены, которая уже была на стопе, видите, она ограничилась с пальчиками. И речь шла о том, что мы хотели спасти хотя бы часть стопы, то есть пальцы однозначно мы видели, что они уйдут. И вот на трансферфакторе мы получили такой вот результат, вы видите, да? То есть даже пальчики остались, вот второй пальчик, дистальная фаланга улетела. Здесь речь идет не о атеросклерозе, а именно такое токсическое, не токсическое воздействие, аутоиммунная агрессия его иммунной системы к капиллярам, к мелким сосудам. Вот это воскулит может привести к таким осложнениям. Представляете, какой пожар, какой огонь в иммунной системе был у этого молодого человека. Вот он периодически принимает трансферфактор. Я вам скажу, даже сейчас пульсация восстановилась на артериях, но у него нет атеросклероза. Вот как раз тот вариант, когда здесь нет атеросклеротическое поражение, то, которое приводит к эмолитизации и у молодых людей. Это сахарный диабет, и Розалия Николаевна показывала снимочки. Я вам скажу, у меня очень много результатов по сахарному диабету на фоне атеросклероза, когда есть диабет, и те сосуды, которые несут кровь, питание к стопе, к нижним конечностям, они закрываются. Вот это самая тяжелая ситуация, потому что любая царапина, мозоль, на том, что он приводит к инфекции, он приводит к остеомиолиту, остеопороз, перелому костей. И я много и долго могу говорить о результатах своих, но здесь может немножко плохо видно. Время поступила больная, когда сама ампутация наступила, палец просто отвалился. Естественно, речь шла о том, что она уже теряет конечность. Мы на фоне использования трансфер-фактора выполнили наэкономию, потом выполнили ампутацию. К сожалению, нет снимка, как это все уже было с первичным натяжением. То есть мы все это убрали и, на удивление, рана зажила первичным натяжением, через 10 дней она ушла домой. Она всегда, когда приходит ко мне, у нее уже нет зрения, она ходит своими ножками, но всегда целует руки, потому что, естественно, очень серьезный результат, когда человек ходит своими ногами. И она слушает все, что я говорю, и принимает все, что я говорю. Здесь она не сомневает о эффективности трансфер-фактора. Это пациентка, женщина, 73 года, если я не ошибаюсь, тут написан возраст. Она поступила с тромбозом левой верхней конечности уже через 5 или 6 дней, когда началась гангрена левой верхней конечности. Естественно, мы начали традиционную терапию, добавили трансфер-фактор, но все-таки мои коллеги и поначалу я тоже настаивали на ампутацию. Но когда увидели, что процесс начал останавливаться, коллеги настаивали на ампутацию, бабушка категорически отказывалась, но это ее спасло. И я уже так ее, ну как бы мог бы уговорить, в принципе, я имею возможность доказать пациенту, что нужно делать. То есть это уже психологические моменты. Но бабушка отказалась от операции. И вот с помощью трансфер-фактора и традиционной терапии нам удалось вот эту гангрену перевести в трофическую язву, которая очистилась, и у бабушки работает локтевой сустав. Здесь, конечно, пальчиков и движений нет, там все контрактурой взялось, да. Но бабушка может поднести ложку, да, у нее работает ручка, то есть получается биологический протез. А ей грозила ампутация средняя треть плеча, то есть вы понимаете, это инвалид, хоть и левая рука. Здесь пациентка с трофической язвой на стопе, это миниальная лодыжка. Ну, пациентку лечили пяточные шпоры, наверное, знаете, многие, да, эту проблему, особенно женщины. За красоту нужно платить, да, высокий каблук, да, мы красивые, но не думаем, что это приводит и деформация, просто артрозу, развиваются пяточные шпоры, особенно если есть еще плоскостопие. Так вот, эту женщину лечили ревнет-терапией. Ну, это старый метод, как бы, он, по-видимому, кому-то помогает, но на восьмой процедуре у пациентки появилась трофическая язва. Вот, где-то около 11 месяцев она лечила ее различными методами, попала она к нам в клинику. Ну, естественно, я тоже вижу, в виде эту ситуацию, я сказал, что нужно будет подключать трансферфактор, и долго нам пришлось бороться, мы выполняли дважды или трижды аутотермопластику, брали, подсаживали, естественно, вот эта язва, она была покрыта черной коркой, это уже после некорректомии, но, да, сплошной рубец, то есть ревнет-терапия, она сожгла все капилляры, все сосуды, и за счет того, что нет кровообращения, там образовалась вот такая трофическая язва. Вы видите, да, в 50-е сутки мы уже посадили кожу, и вот результат через два месяца. Да, это тяжелая работа, но через два месяца трофическая язва зажила, но помимо того, что была эта трофическая язва, у нее были невыносимые боли, то есть это боли, которые не давали ей спать на фоне приема обезболивающих. Казалось бы, такая проблема небольшая, да, но она не работала год. Молодая женщина, да, она не могла ни спать, ни работать, у нее уже была депрессия, потому что не было там варикозной болезни, ПТФС, какой-то причины, да, либо атеросклероза, которая привела бы к инвалидизации вот молодой женщины. Здесь больная с острым тромбофлебитом, но особенность этой пациентки, то, что ее направили с онкодиспансера, после очередной химиотерапии, рак шейки матки с метастазом и позвоночник. Она воротник шанса, да, то есть она не могла даже держать голову, из-за того, что метастазы поразили шейный отдел позвоночника, шейные позвонки. Ну и на фоне, скажем, онкологического процесса, четвертая стадия, у нее наступил тромбоз, да, это, вот это осложнение варикозной болезни. Вот женщины, у кого есть варикозная болезнь, пожалуйста, запишите телефон, обращайтесь, мы вам расскажем, как с этим справиться. Это небольшая реклама такая. Значит, эту пациентку в клинику принесли на табуреточки, да, потому что она не могла идти, после химиотерапии, жутчайший панкреатит, тошнота, рвота, голову не может держать. Естественно, мы ее положили просто подлечить, коллеги попросили, и где-то на 5-7 сутки в онкологии уже назначили трансферфактор, то есть на 5-7 сутки я увидел, что, скажем, купируется явление панкреатита, да, уходит интоксикация, и я, в принципе, сказал, что я, наверное, смогу вас прооперировать. И мы выполнили радикальную операцию, это женщина с Южного, и я скажу так, что результат был потрясающий. Она ушла своими ногами, да, то есть даже сняла воротник шанса. Вот это где-то 3 недели приема трансферфактора. Вот такой результат был получен. Вот это те тромбы, которые мы удалили. Можете внимательно посмотреть, сфотографируйте.